Добрый день! Добрый день! Открытые сердца, безграничные возможности, он направлен как раз-таки на привлечение всех слоев населения к этой проблеме. То есть мы должны изменить отношение общества к сути, к проблематике, чтобы каждому гражданину нашего региона, да и в России в целом, было модно помогать данной категории населения, которые самостоятельно не могут справиться с рядом проблем и каких-то там вопросов. А почему они не могут сами решать свои проблемы? Что им мешает? Вообще какие проблемы помогаете им решать? Это трудоустройство. Да, это взаимодействие с всеми общественными организациями, да, то есть выявление из числа людей с ограниченными возможностями инвалидов, которые хотят и могут работать, но не имеют на это определенных возможностей. Почему? Потому что, как правило, работодатели отказываются их брать, да, по объективным принципам и причинам, да. Поэтому наша задача на базе тех предприятий, в которых свыше 50% трудоустроенные инвалиды, да, у нас есть в регионе такие предприятия, их 3-4 предприятия, да. На базе этих предприятий создать рабочие места дополнительные, да, то есть увеличить производственные мощности и трудоустроить туда людей с ограниченными возможностями. А вот эта помощь этим предприятиям, она в чем заключается? То есть вы же не можете купить дополнительные площади, чтобы люди могли поставить там рабочие места дополнительные? Чем вы помогаете? Смотрите, можно я. Значит, мы вот уже сейчас, есть 4 предприятия, да, как уже Александр сказал, которыми мы сейчас занимаемся. Мы им уже сейчас сделали страничку ВКонтакте, в Инстаграме, то есть это некий ребрендинг, как сейчас модно говорить, вот, то есть полная раскрутка их в соцсетях и обеспечение тем самым заказами. После того, когда мы их обеспечиваем заказами дополнительными, у них появляются деньги на то, чтобы уже трудоустроить, соответственно, решить одну из проблем, которую мы хотим решать глобально в нашем проекте. Трудоустраивать таких же инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья к себе на работу. То есть такие, у них есть потенциал, то есть это самое, ну, самое безболезненное, куда мы можем устроить, не вкладывая деньги сейчас, да, дополнительные. То есть для того, чтобы организовать одно рабочее место для инвалида, это надо там, ну, от 200 тысяч, грубо говоря. Вот денег, которые выделяет государство, их недостаточно для этого, поэтому все большие предприятия боятся этим заниматься. И самое первое, куда мы можем трудоустроить инвалидов, соответственно, это вот предприятия, которые уже готовы для этого. И для этого вот мы занялись ими, то есть занялись обеспечением их заказами, соответственно, привлечением денег к этим предприятиям. Я правильно понимаю, что самая главная проблема у них это коммуникация с внешним миром? У них нет на это ресурсов и возможностей. И вы как раз обеспечиваете вот это вот звено, да, соединяете? Ну да, да, получается, что, то есть даже вот руководители этих предприятий, они настолько заняты, да, вот именно у них нет никакой там человек, который занимается психологией с инвалидами, психолога, да. У них нет каких-то вот обслуживающих персоналей, да, которые могут там заниматься чем-то. И они занимаются этим сами. Соответственно, времени на маркетинг у них не остается никакого. Ну и взаимодействие между собой даже они не могут, грубо говоря, полноценно организовать. Вот то, что мы делаем. Но трудоустройство это только часть проекта. Есть еще другие задачи, которые вы решаете? Это социальная адаптация, да, людей с ограниченными возможностями в здоровом обществе. То есть наши волонтеры, активисты, да, преподавательский состав, психологи, они проводят дополнительные занятия на базе общественных организаций, да, такие как Надежда, Ангелы Мурмана, да, вот, Дети Ангела. Они проводят занятия, они, им это очень нравится. Они два раза в неделю, у них вот на данном этапе, да, расписание выстроено таким образом. Проводится фотоотчет, устроятся какие-то мероприятия праздничные, то есть поют песни, проводят лечебную гимнастику. То есть это интересно. Это тоже одно из направлений нашей деятельности. Вот, впоследствии у нас одна из задач, это создание сайта, на котором будет оказана юридическая помощь, да, то есть будет создан юридический отдел. Будут размещены вакансии, резюме, обратная связь с предпринимателями, с работодателями потенциальными. Это взаимодействие с комитетами, с министерством, комитетом по труду, министерством социального развития, комитет по труду, центром занятости, да. Вот, данный проект наш, да, вот он идет вообще под патронажем уполномоченного по правам человека. Это главный человек в нашем проекте, скажем так, да, то есть и каждое действие наше идет согласованно через Михаила Олеговича Шилова. Вы упомянули, что вам помогают волонтеры. Я предполагаю, что каждый из нас может тоже стать этим волонтером и чем-то вам помочь. Вот в чем вы нуждаетесь, какой помощи? В этом и есть смысл, да, вот то, о чем мы говорим, что привлечь максимальное количество человек к выполнению, да, пока это волонтеры, как мы их называем. То есть помощь заключается абсолютно, ну, может быть, разонаправленно. То есть для этого мы делаем сайт, портал и соцсети, все это наполняем. То есть, как уже Александр сказал, да, будет один из разделов, это просто будет явно прямое, то есть помощь инвалидам, да. Там инвалиды будут писать, что им надо, допустим, там перевезти его там через дорогу, ну, так вот, если… Или что-нибудь купить, принести продукты, там, любая помощь, это вот такая прямая помощь. Ну и косвенная помощь, это вот то, что мы уже занимаемся, то есть маркетинг, какие-нибудь видео снимать, то есть инвалидов, социально значимые видео и тому прочая работа. То есть вот все в этом портале будет объединяться, вся помощь, которую можно оказать и прямая, и косвенная, она будет вся концентрироваться вот на этом информационном ресурсе. Проект существует не так давно, есть какой-то результат, который подстегивает вас, да, это возможно, все возможно достичь. Проект, реализация данного проекта, она у нас изначально была в очень сжатые сроки. Это требовало условия конкурса «Лидер России», скажем так, за что и дало нам толчок, да, к развитию, решению данной проблемы. За 30 дней мы должны были показать первые результаты, это очень мало. Вот было проведено множество совещаний, поездки по общественной организации к руководителям, круглый столб собрали, да, то есть устроили акцию «Запуск воздушных шаров», которая сначала ознаменовала запуск и начало действия нашего проекта. За 30 дней прошли первые заказы на предприятиях, где трудоустроены инвалиды, разработанные госстраницы в соцсетях, проведено фотосъемки продукции, созданы каталоги, утверждены, разосланы волонтерами нашими, да, то есть по предприятиям, потенциальным работодателям и так далее. То есть работа проведена глобальная, но впереди по нашей разработанной дорожной карте на год вперед очень много мероприятий будет интересных. На год вперед это вот план текущий, то есть первый этап вообще, то есть реализация проекта по срокам у нас не ограничена, многие спрашивают, да, когда, какой вот предел, предела нет, то есть мы хотим, предел это будет, когда наш проект станет глобальным в плане региона, потом на уровне федеральном и он будет развиваться, развиваться, то есть все проекты, которые могут помогать инвалидам, они все включаются в этот проект так или иначе, поэтому у него нет ограничений каких-то не по времени, он глобален. Алексей, когда у вас будет очередное мероприятие, яркое, интересное, насыщенное, вы, пожалуйста, позвоните, пригласите в нашу съемочную группу, мы приедем, снимем сюжет и покажем нашим телезрителям. Алексей, Александр, спасибо, что пришли в гости, ответили на вопросы. Я напоминаю телезрителям, что сегодня гостями студии были Александр Шахшаев, руководитель проекта «Открытые сердца безграничные возможности» и Алексей Мищенко, тоже руководитель проекта «Открытые сердца безграничные возможности». У меня на этом все, я желаю вам всего доброго и до встречи в программе «Вовремя Лайт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова